Всем привет, с вами Вета, и я возвращаюсь в игру Гарри Поттер и Орден Феникса. И как мы помним, игру мы с вами практически прошли. И все, что нам осталось, это пройти все мини-игры, которые тут есть, и, соответственно, получить на этом по 100% во всех оставшихся локациях. И начнем мы, пожалуй, с самого легкого, начнем мы со взрыв кусачки. Это вот реально моя любимая игра в Ордене. И она есть двух видов. Ее проводят две девочки на третьем и на пятом этаже. Пойдем же поскорее к ним. Тут снич наш летает. Портрет, кстати, почему-то опустился ниже. Он реально был выше, я это помню прекрасно. Итак, направляемся к первой девочке, которая находится на третьем этаже. Вот она стоит, та самая девочка. Вон у нее там даже что-то взрывается. И давайте же подойдем и поговорим с ней. Привет, Гарри. Хочешь сыграть во взрыв кусачку? Ладно, давай сыграем. Итак, взрыв кусачка. Бабах. Традиционные правила. Заметив пару одинаковых карт, быстро нажмите Enter. Так, и нам обязательно нужно побить рекорд. Тогда мы выиграем. Окей. Побить рекорд 5. Давайте попробуем. Какая большая стопка-то, а? Ну, это явно не то. Это тоже явно не то. А! Слушайте, все. Я поняла, они должны быть обязательно одна за другой. О! Это пара. Это точно пара. Отбираем ее себе. Ну, я очень надеюсь, что мы сейчас выиграем. Сейчас главное не нажать Enter раньше времени. Что ж за фигня-то такая, а? Что ж все не то-то, а? Ну, давай, 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 давай. Что-то... О! Нашла. Так, вторая пара. Главное набрать больше пяти. А, смотрите-ка, они ускоряются. Вот в чем прикол-то, а? Ну, 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 ну! Давайте мне пару. Пару мне давайте. Отлично, третья есть. Ага. Ага. Блин, я уже начинаю нервничать, вы понимаете? Давайте серебристую. Серебристую давайте. Серебристую. Нет. Нет. О! Есть. Четвертая. Да? Все, осталось еще две. О! Нашла. Все, еще одна. Давайте. Мы сможем. Мы сможем. Мы сможем. Мы сможем. Все, ес, я побила рекорд. Это шикарно. Сейчас, давайте. А! Не, я фигню сделала сейчас. Вот понимаете, уже руки дрожат. От волнения. А, по-моему, пар больше нет. По-моему, все карточки-то повзрывали. Да, слушайте, по-моему, реально все повзрывали. И что нам теперь делать? Я не знаю. Ну, наверное, сейчас надо... Слушайте, я вот не могу понять, есть у нас еще пара или нет. Слушайте, ладно, наверное, типа рекорд мы побили. И, наверное, можно просто тупо на неправильную пару нажать, короче. Ну, давайте, типа так, хоба. И, по-моему, осталась одна пара, все, да? Да, это, конечно же, не пара. Ну, все, у нас есть... Значит, рекорд пять. Набрали на очков шесть. Все, мы выиграли, ура! Новый рекорд. Шикарно. Ты хорошо играешь. Вот, все, нам дали значочки. Давай теперь посмотрим, сколько у нас собрано. Жмем на С. Третий этаж обнаружен на сто процентов. Шикарно. Я, конечно, хотела бы набрать вообще самое большое количество очков, которое только можно, но это только... Если успешно выполнить все остальное. А теперь идем на пятый. И вот она, наша вторая девочка. У нее уже немножко другие будут правила взрыв-кусачки. И давайте же подойдем и узнаем, что нам надо делать на этот раз. Привет! Пойдем на соревнование по взрыв-кусачке. Ладно, давай сыграем. Взрыв-кусачка пара. Правила пассианса. Ищите парные карты. Быстрее, если не найдете пара вовремя, карты взорвутся. Ну, знаете, такая игрушка на тренировку памяти. Ну и давайте же приступим. Побить рекорд четыре. Ой, так это вообще будет легко. Вот, смотрите. Значит... Будем начинать от самого легкого к самому сложному. То есть, если вы не заметили, карточки тут лежат по цветам. То есть, тут есть карточки определенных цветов. Бронзовые, серебряные, золотые. Еще непонятно какие. Ну, короче, у нас тут меньше всего серебряных. Вот, мы берем, откладываем пару. Теперь рассмотрим золотые. Так, это не пара. Хоп. Пару нашли. Хоп. И пару нашли. Все, отлично. Значит, три пары у нас уже есть. Теперь, короче, давайте смотреть такие карточки. Давайте, не знаю... Попробуем бронзовые. Так, это не пара, нифига. А, тролль, тролль. Я видела тролля. Отлично. Так, а это, по-моему, вот... Да, слушайте, как просто оказалось. Вот у нас мантикора. Это же мантикора, да? Я аж правильно думаю. Смотрите, у нас остались самые сложные цвета. Вот такие вот непонятно какие. Так, стоп. Так, это не то. Пам-пам-пам. Все, я нашла пару. Слушайте, знаете, как это трудно на самом деле? Они сейчас взорвутся нафиг. Так, этого чертика я видела здесь. Нет, черт. Нет! Нет! Они взорвались! Черт, убери! Черт! Все, они взорвались! Все! Ну что, какой у нас рекорд? Набрано очков 8. Ну все, вдвое больше мы набрали. Короче, вот, две пары мы с вами профукали. Или сколько мы там профукали? Короче, новый рекорд. Отлично! Еее! Побежденные все игроки. Я взорву кусачку. Отлично, Миртл, уходи. Уходи, Миртл. Все, шикарненько. Со взорву кусачкой мы закончили. И можем даже посмотреть. Тут у нас пятый этаж обнаружен на 100%. И теперь мы пойдем либо к плюй камням, либо к шахматам. Я еще пока не решила куда, но куда-нибудь мы с вами пойдем. Итак, следующая на очереди мини-игра это плюй камни. В отличие от взрыв кусачки, в плюй камни нужно выиграть 4 раза. Соответственно, чтобы исследовать некоторые локации до конца. И, соответственно, четверо учеников, с которыми можно сыграть в плюй камни. Здесь это, получается, пуфиндуйцы в главном дворе, возле главного входа. По-моему, мы будем играть с этим мальчиком. Я, конечно, могу ошибаться, но давайте же с ним поговорим. Сыграешь со мной в плюй камни? Ладно, давай сыграем. Хочешь сыграть по обычным правилам? Надо выбить своим камнем другие за пределы круга. Если твой камень тоже вылетает за круг, ход не засчитан. Ну что, сыграем? Сыграем. Плюй камни. Обычные правила. Выбей больше плюй камней из круга, чем ваш соперник. Управление камерой WSD. Стрелочки. Это управление плюй камнем. Сдвинуть влево-вправо, отклонить назад, запустить вперед. Я отключила мышку, потому что думаю, что так проще. И нужно выиграть 3 раза, чтобы его победить. Начнем. Перемещение камеры WSD. Это понятно. Чтобы бросить камень, удерживайте назад и нажмите вперед. Чем дольше вы будете удерживать стрелку назад, тем дальше полетит камень. И наш ход первый. Давайте сейчас как можно сильнее пробуем ударить. Вот так вот. Теперь главное не вылететь за пределы круга. То есть видите, когда мы бьем в воскопление этих камушков, то как бы камню некуда рикошетить. Как бы... Короче, тут действует элементарная физика. Сейчас он, конечно же, ударит вот сюда. Давайте как можно сильнее сейчас запустят. Конечно же. Ах ты какой козлин, а? Вот, конечно, ему проще. Мы-то первые ходим. Нам труднее, да. Короче, надо сейчас делать так, чтобы при этом наш красный камень не вылетал за круг. Но при этом, чтобы его камень, наоборот, вылетал. Ладно, давайте ударим по этим. Все, кажется, у нас сейчас получится или нет. Да, у нас получилось. Один камушек нам засчитан. Давай, ходи, ходи, пусть он дует. Как он метко бьет, вы посмотрите. Ладно, давайте попробуем ударить по ближайшему камню. Вот по вот этому. Не думал, что это хорошая идея? Ну да, это плохая идея, потому что я ударила очень слабо. И в итоге ничего не добилась. Давай, ходи, ходи. Опачки. Ага, значит, снова ход переходит нам. Чего-то немножко это... Немножечко отвлеклась. Давайте, чтобы хоть один из них вылетел. Ну, блин. Реально будет обидно, если сейчас ничего из этого не вылетит. Просто по одному камню, конечно, целиться труднее, чем по нескольким сразу. То, блин. Ну да, конечно же, мы ничего не выбили. Ну давай, ходи. Она, конечно же, сейчас выбьет, да. Я немножко не понимаю, сколько силы надо бить. Ну ладно. Окей. Я очень слабо бью сейчас. Наверное, надо все-таки подольше держать клавишу со стрелкой назад. Понимаете, я либо бью слишком слабо, либо бью слишком сильно. Как-то у меня третьего не дано. Конечно же, он сейчас, блин, попадет. Вот реально, мне кажется, мне сейчас поможет только чудо. Вот серьезно. Потому как с другими учениками еще сложнее вроде как играть. Так, ну вот мы ударили как бы слабенько. Давайте, сейчас если нам повезет. И нам повезло. Отлично. Здесь как бы бить надо слабенько. Но при этом не настолько слабенько, чтобы не вылететь за круг. Слушайте, он сейчас... Ну, 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 ну. Все, очко прибавилось нам. Он, как видим, вылетел за пределы этого круга. И у нас с ним пока что ничья. Да? Давайте сейчас так аккуратненько, так легонечко, легонечко, легонечко. Есть! 4-3. В нашу пользу. Давайте сейчас. Посмотрим, что он будет делать. Ага, ну сейчас, конечно же, он выбьет. Это плохо. При том, что у нас не особо большую выборку добить. Хотя, я не знаю, можно, конечно, рискнуть ударить по камню рядом с нами. Но, мне кажется, это будет глупостью. Поэтому давайте покатим вот туда. Давайте попробуем так. Опа! Ах, черт. А, ну мы сейчас ничего не выбили, так что нормально. Вылетел за круг. Ну и пофиг. Пофиг. Мой ход. Давай, давай, ходи, ходи. Расскажи, что он выбьет. Или нет? Слушайте, нет, он не выбьет сейчас, не выбьет. Зато нам теперь... Мы можем ездить по кругу. И нам, в принципе, доступны абсолютно любые камушки. Давайте сейчас по... Давайте, даже не знаю, по кому лучше ударить. Давайте пробуем вот по этому. Вот, мы как бы за круг не вылетаем. При этом камень находится более-менее близко к центру. Так что пока что мы ему свои камушки дарить не готовы. Это хорошо. Мой ход. Ну давай, ходи, ходи. Эх, это он сильно, блин, ударил. Он пока что нас обыгрывает. Это плохо. Окей, хорошо. Куда бы нам ударить? Давайте пробуем вот туда. Может, мы коснемся этого камушка? Может, нет? А, ну мы до него даже не долетаем, по сути. Ну, зато мы так более-менее близко к нему. Мой ход. Блин, у Финтуз не такой уж и тупой, как кажется. А, или тупой. Есть. Он подарил нам одно очко. Отлично. Сейчас буквально слабенько-слабенько ударяем. Да, отлично. У нас уже шесть камней. И... Мой ход. Ну, давай, давай, давай. Ходи, ходи, ходи. Все-таки то, что мы опережаем его на одно очко, этого еще пока недостаточно. Так, и он вылетает за круг. Отлично. Давайте попробуем вот туда так аккуратненько ударить. Мы немножко коснемся, или даже не коснемся. Ну, ладно, мы, короче, не коснулись камня. Давай, ходи. Короче, я так понимаю, если бы у нас был большой отрыв, то мы бы выиграли. Ах ты, черт, козлиный наш камень хотел захапать. Слушайте, смотрите. Сейчас вылетит за круг. Вылетел за круг. Вылетел за круг. Как он любит говорить. Блин, вот по этому камню, по нему очень рискованно бить. Так что я лучше не буду рисковать. Я лучше подкачу вот к этому, подкачу, да? Эй, привет, камень. Так. Что ты делаешь сегодня вечером, камень? Ай, вот это сейчас опасно. Сейчас очень опасно. Слушайте, как нам повезло-то, ё-моё. Даже если мы сейчас вылетим, ничего страшного не будет. Окей. Это сейчас очень рискованно. Это очень рискованно. Да, мы выиграли, ребята, мы выиграли. Из-за того, что он подарил нам камень, мы выиграли. Отлично. Тю, эй, ты меня сделал. Шикарно. Я его сделала. И, я так понимаю, нужно еще с ним два раза сыграть, чтобы одержать победу. Но, скорее всего, я это сделаю уже за кадром. И сейчас мы побежим в другую локацию, где находится уже следующий ученик с пулей и камнями, чтобы обыграть уже его. Следующий соперник у нас находится уже во дворе часовой башни. Вот видим этих ребят. Это как-то вранцы. Вроде как мы играем с парнем или с девчонкой, не помню. Точно вроде с парнем. Ну, не суть. Важно. Давайте пробуем с ними сыграть. Эй, Гарри. Хочешь сыграть в плюй и камни? Ладно, давай сыграем. Ты уже играл по правилам коктоврана? Твой камень должен оказаться как можно ближе от центрального камня. У тебя четыре попытки. Играем? Играем. Так, плюй и камни правила коктоврана. Это уже другой вид. Получается, есть всего три вида. Почему не четыре, узнаете уже потом. Итак, попадите плюй и камнем ближе к центральному камню, чем ваш соперник. Ну, управление точно такое же. И нужно выиграть три раза, чтобы победить чемпиона коктоврана. Окей. У нас один белый камушек. Ну, управление это все понятно. Так. Ну, поскольку мы играем с коктовранцем, у него уже голубенькие мячики. У нас они, естественно, остались теми же красными. Зум, в принципе, так не очень сильно кинул. Видите, как он уже близко, да? Наша задача оказаться ближе. Это логично. Можно попробовать выбить его камень, чтобы как можно дальше отлетел. Давайте пробую так кинуть. Так, мы немножко сместили этот центральный мячик, но все равно сами что-то оказались где-то сзади. Что-то далековато, реально. Полетели? Вот. Давайте посмотрим, как он будет кидать. Он так аккуратненько кинул. Вы только посмотрите. Не, мне кажется, что лучшая тактика это сбивать его камни своими. Что я, собственно говоря, попробую сделать. Давайте попробуем. Гарри. Давай, Гарри. Давай, давай, Гарик. Давай, вот этот нахальный мячик. Давайте его собьем. Нет, центральный лучше не трогать. Хотя я не знаю даже, как лучше. Давайте вырубим вот так вот. Ах, чуть-чуть его задело. И все равно оказалось дальше, блин. Но какой-то прогресс все-таки есть. Так. Посмотрите, он его прям окружил. Посмотрите, посмотрите. Блин, вот он отскакивает, понимаете? И становится далеко от этого белого шара. Короче, я не знаю, что делать. Боюсь, что я сейчас не выиграю. А мне выиграть надо обязательно. Аккуратненько он кидает. Меня это прям бесит. Как у него все камушки близко. Как у меня все хреново. Да. Ладно, хорошо. Давайте попробуем вот так. Спасибо, что мы будем по этому самому ближайшему камню ударить. И его нафиг отсюда вынести. Давайте попробуем. Вот так вот делать. В принципе, вот прям вот мы на него нацелились. И сейчас так. Опа! Мы почти не отскочили. Смотрите, 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 смотрите. Молодец. Я выиграла, ребята, я выиграла, посмотрите. Вот буквально на самом последнем ходе я выиграла. Отлично. Какая гадость. Ой, не говори. Ну и сейчас пойдем к нашему последнему, скажем так, чемпиону. Чемпиону Слизерина, который находится в мощеном дворе. И вот он, наш третий соперник. Это Слизеринец. А, или это даже Слизеринка, я вот не помню, честно. Давайте подойдем к ним и предложим сыграть. Поттер, тебе все лицо заплюет. Ладно, давай сыграем. Мы играем в Змеиную яму. Нужно бросить камень как можно ближе к ямке в центре, но чтобы камень в нее не упал. Так что, Поттер, вряд ли у тебя получится. Ну, Слизеринка всегда издевается. Как и подобает Слизеринца. Плюй камни, Змейная яма. Попадите плюй камнем ближе к центральной ямке, чем ваш соперник. Ну, управление все тоже. И все так же надо выиграть три раза. Окей. Так, это мы все знаем уже. Она начинает первая. И смотрите. Тут, как видим, есть яма, в которую может попасть наш шарик. Надо, чтобы он в нее не попадал. При этом, если у соперницы он в нее попадет, то, соответственно, видите, что происходит, да? То есть она уже, оказывается, дальше от победы. Давайте попробуем кинуть. Сейчас так хоба-хоба-хоба, так, знаете, аккуратненько, осторожненько. Главное, самим в эту яму не попасть. И все будет замечательно. Не так уж близко. Ой, да-да. Ты просто мне завидуешь, девочка. Вот, смотрите, она не так туши близко к этой яме подкатилась. Сейчас давайте попробуем. Если мы сейчас попадем в яму, то я следующими ходами буду сбивать ее шары. Можно, кстати, чтобы шар угодил яму. Давайте, кстати, попробуем. Может, почему бы нет? Давайте так попробуем. Ну, так, сейчас давайте. Давайте. Так вот. И. Хоба! Сейчас еще, блин, сделаем так, что ее шар будет... Ну, да, конечно. Я, блин, прямо ей победу в руки отдаю, можно сказать. Давайте, посмотрите на это. Давай, выбей свой же камень, окей? Сейчас, блин, сейчас бы она попала в эту чертову яму. Было бы вообще супер. Слушайте, сейчас она, походу, опять в нее закатится. Да, слушайте, она закатилась в нее. Хорошо, теперь давайте уничтожим ее шар. Вот что-то немножко с камерой переборщила. Давайте вот как-нибудь ударим вот так вот. Эх, черт. Посмотрите. У нас осталась последняя попытка. Если сейчас она свой шарик в яму закатит, то нам, короче, нужно будет как-то выкручиваться, я не знаю как. Господи, как она меня бесит. Вот такое, блин. Представить даже не можете, как она меня бесит. Вот сейчас как-то она совсем слабенько ударила. Сейчас, короче, либо мы выбираем... выбиваем ее шар, либо я не знаю, что мы делаем. Все, короче, сейчас просто вот вообще... Все, что у меня есть, ставлю на победу. Давайте попробуем. Просто вообще. Играем до последнего. Так, что, типа, больше его не приблизить, типа, хотите сказать? Ну ладно. Давайте сейчас попробуем вот так вот. Так вот, так вот, так вот. И хоба! Давайте, 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 ребята! Да, я снова выиграла! Посмотрите, я выиграла, я выиграла, я выиграла! Отлично, выходим. Фу. Поттер, тебе просто повезло. Ну да, конечно, завидуй молча. Итак, по одной попытке с каждым из чемпионов мы сыграли. Давайте, давайте, типа, пойдем к этой Гриффиндорке. А, ну, короче, в том, что нам потом нужно будет подойти к этой девочке. Сейчас пока что она ничего не говорит. И я тогда уже за кадром сыграю по... Еще по две партии с этими всеми чемпионами. И потом уже мы пойдем вот к ней вот. Итак, я победила всех трех чемпионов в Плюй Камне. Вот, могу даже это продемонстрировать. Где же это было? Вот, одержана победа над игроками в Плюй Камне. Три из четырех. И скажу вам честно, проще всего обыграть было с Лизеринку. Вот все три раза я выиграла у нее с первого раза. Играла с ней три раза подряд. И все три раза я выиграла. Чуть-чуть посложнее было обыграть как-то вранца. Но там я тоже нашла хитрую тактику. Под самый конец, если толкнуть белый шар и при этом оказаться к нему близко, то, соответственно, победа нам обеспеченная. Но вот с Пуффиндуйцем пришлось изрядно так повозиться. Я очень не могла его долго обыграть. На самом деле, мне вот чисто везло. Ну, вы, наверное, это видели. То есть, когда он случайно вылетал за круг, и при этом у него были какие-то шарики, то мне они засчитывались. Но вот в последней игре я действительно большую часть вывела сама. И таким образом его обыграла. А теперь мы будем играть в Плюйкамни с чемпионом Хогвартса. Я не знаю вообще, с какой попытки я ее обыграю. Но вот. Кстати, обратите внимание, девочка была другая. Ну, не суть важна. Давайте к ней подойдем. Ты выиграл в Плюйкамни у чемпионов Коктеврана, Слизарина и Пуффиндуя. А я чемпион всего Хогвартса. Сыграешь со мной? Готов сразиться с чемпионом? Кстати, она похожа... Она похожа на Парватти. По обычным правилам в Змейную яму и по правилам Коктеврана. Победишь меня три раза, будешь чемпионом. Ну, все понятно. Те же самые три раза, только уже с ней. Точнее, Плюйкамни по трем разным правилам. Блин, она же сильный игрок получается. И ее обыграть будет непросто. Она очень редко будет промахиваться. То есть, она вообще не будет промахиваться. И, соответственно, вылетать за кругу она тоже не будет. Так что нужно быть начеку. Да, она сейчас ударит. А, она по тому шарику, который я приметила, конечно же, ударит. Ну, ладно. Мы, значит, какой-нибудь другой шарик выберем. Например... Например, вот этот. Чтоб ей пришлось бить в середину этих шариков. Отлично. Мы по нему попали. Это очень здорово. 2-1 пока что в нашу пользу. Если мы не будем мазать и не будем вылетать за круг, то все будет супер. Во, смотрите. Вот она пытается что-то разбить. Это типичный бильярд, знаете. Я даже не знаю, куда нам лучше ударить. Давайте по этому попробуем ударить. О, смотрите-ка. Сейчас мы, получается, выбьем. Да, мы выбили. Отлично. Теперь главное продолжать в том же духе. Но она сейчас ударит явно по вот этому, который... Ближе всего к... А, слушайте, не. Она по этому решила ударить. Ну, хорошо. Хорошо, девочка. Хорошо, девочка. Окей, ушки. Так. Давайте. Опа! Давай, Гарик, пожалуйста, не промажь. Не промажь, я тебя умоляю. Отлично. Не промазал. Так. Ну что, теперь ей надо, наверное, опять разбить. Слушайте, нет. Она, видите, как точно ударила. Вот этого ей надо бояться, блин. Ну, давайте попробуем по этому шарику ударить. Господи, давай, давай, пожалуйста, докатись, 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 докатись. Блин, слушайте, надо было сильнее бить. Вот это и плохо, понимаете. Ну, давай, куда ты ударишь. Так, если сейчас не повезет, мы все еще можем... быть в плюсе. Не, вот по тому шарику, который совсем с краю бить не стоит, я думаю. Это очень рискованно. Попробуем ударить по вот этому. Отлично. Сейчас она, конечно же, ударит и попадет, да. Что-то как-то... Посмотрите, слабенько, но точно. Так, теперь бьем по вот этому. Фух, шикарно. Но у нас еще осталось двух-три шара. Ну, блин, кто б сомневался. Давайте теперь ударяем по вот этому. Так. Получается, 7-5. И... Я выиграла! Ура, 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 ура! Я выиграла, я выиграла, я выиграла! Шикарно, выход. Как же у нее все-таки лицо похоже на порвать. Итак, теперь давайте сохранимся обязательно, 92%. Смотрите, какой прогресс. Так, теперь снова подходим к ней. А, ну это мы уже читали. На этот раз сыграем уже по правилам когты врана. Давайте посмотрим, удастся ли нам ее обхитрить. А, ну да, я забыла, конечно же, все это. Пропускать. Смотрите, как сейчас она будет точно бить. Ну, тут, конечно, получится обыграть ее хитростью. Но, в принципе, как ты вранца и слезеринку у меня получилось обыгрывать? Получалось обыгрывать? Я думаю, с ней, надеюсь, все-таки будет попроще, нежели по правилам Пуффинду играть. Ну, то есть в традиционные, блюй, камни. Так, пошла отсюда нафиг. Вот это не слезеринка. Она не будет мне никаких колкостей говорить. Ну, вот мы ее оттолкнули, пожалуйста. Видите, она нас, наоборот, хвалит. Вот, Гарик, какой ты молодец, она. Нет, можно, конечно, все-таки рискнуть и оставить на самый последний момент такой бросок, знаете, хороший такой. Слушайте, мы, в принципе, вот так вот можем спокойно попасть по ее камню. Отлично. Откокотись отсюда подальше. Белый тоже так немножко сместился от центра. Но пока что у нас позиция лидирующая. Неплохо. Видите, как она восхищается нами. И, блин, это реально порвать. И только с другой прической, с режими волосами. Давай, давай, коти, 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 коти. Так, как бы теперь нам ударить? Я даже не знаю. Ну, вот надо справа к ней подходить. И справа ее выбивать. Давайте так аккуратненько. Теперь главное белый не сместить куда-то далеко. Давайте попробуем. Рискнем. Так, ну хорошо. Ее шармы откатили. Вот этот красненький пока что на лидирующей позиции. Теперь главное с последней попыткой не облажаться. Неплохо. Так, вот это мне уже не нравится. Хотя, знаете, если она сейчас подтолкнет этот шарик поближе к нашему, то, в принципе... Ну, короче, сейчас опять надо заходить справа. Нам почти не надо далеко ходить никуда. Так, давайте вот так вот отсюда подкатим. Подкатим. Нет, к девочке подкатывать не надо. У нас скоро будет Джинни. Спойлер, спойлер. Ну что, ударяем? Ударяем, давайте. С богом. Отлично. Все, ребята, победа у нас в кармане. У-ху. Хороший бросок. Да, отлично. Все. Два из трех. Осталось самое такое. Змейную яму играть, мне кажется, проще всего. А вот так вот, да, девочка? Вот так вот. Ты выиграл в плюк. Готов? Ладно, да. Чтобы стать чемпионом. И осталась у нас только змейная яма. Надеюсь, что мы сможем так же быстро обыграть, как и с правилами когтоврана. По крайней мере, слезеринку реально было просто обыграть. Она еще такая, знаете, злилась. Типа, о, думаешь, самый умный. И такая еще тоже пыталась наши шарики выбить, но у нее как-то очень плохо получалось. Окей, ушки. Так, теперь надо немножко вот сбоку подъехать, но при этом, чтобы ее шарик не сбить. Давайте вот сбоку собьем. Если что, можно в яму столкнуть. Не, что-то пока мы глупость сделаем. Реально глупость. Ну, короче, надо ее в яму сталкивать, все. Что за фигню она творит? Она сейчас свой собственный шар столкнет в яму. Хотя нет. Блин, все, короче, эти камни нам мешают. Давайте попробуем еще раз ее повыталкивать. Давайте, хаба! Так, кажется, мы ее немножечко столкнули от ямы. Ну, что, кто у нас лидирует? Лидирую я! Что неплохо, но... Да, это тебе не слезаринка. Угу. Блин. Каким-то образом она все равно оказалась ближе нас. Ну, ладно. Будем играть по нечестным правилам. Давайте. Хаба! Так, что-то у меня немножко не получилось. Давай, 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 давай! Неплохо! И, смотрите, она такая, неплохо! Все, последний ход остался. Главное, чтобы она нас теперь не сталкивала. И победа будет за нами. Так, 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 так Ну всё, всё-всё, остановись, остановись, остановись Блин Она очень точно ударила Ну ладно Значит мы будем хитростью выигрывать Хабушки Господи, какая она довольная Еее, опять я выиграла Ура, ура, ура Я выиграла, я выиграла выход. Получен доступ к кубку. Побеждены все игроки в поле камни. Господи, ребята, я это сделала. Миртл, уходи отсюда. Уходи, господи, боже мой. Итак, теперь посмотрим самое главное. Значит, во-первых, давайте сохранимся. 96%. Блин, чуть осталось. И теперь давайте посмотрим на карту мародеров. Итак, у нас двор... Так, это двор-вход. Ну, короче, да, двор-вход обнаружен 100%. Мощеный двор обнаружен 100%. И часовая башня двор обнаружена 100%. Итого, у нас остались волшебные шахматы. И, думаю, их я перенесу уже на следующую игру, потому что, во-первых, это довольно долго. Во-вторых, я, в принципе, так фиговенько играю в шахматы. Я уже об этом говорила. Так что не знаю, насколько у меня расстанется серия по шахматам. Я почему-то думала наивно, что все мини-игры будут у меня в одной серии, но потом поняла, что на шахматы все-таки времени нужно побольше. Библиотека у нас осталась 44%. Получается, где у нас еще главный зал 89% и гостиная Гриффиндора 93%. По-моему, с шахматистами это все. Да. Так, давайте выйдем. И насчет сведений об игре. У нас, получается, осталась как раз пройденная игра 96%. Ну, вот эти вот фигни остались нам заработать. Вот нужно победить трех игроков волшебные шахматы и получить высшие баллы по всем предметам. Не знаю я, что там будет с предметами, но в общем, игра у нас пройдена уже на 96%. И соточка скоро будет у нас в кармане. А на этом серию пора закончить. Увидимся уже в следующей. Может быть, даже она будет последней. Может быть, будет предпоследней. А, ну да, нам же еще нужно посмотреть все бонусные ролики. Так что, скорее всего, серия будет у нас явно не одна. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на мой канал те, кто еще этого не сделал. Всем удачи, отличного настроения и всем пока-пока!